Пожарная безопасность, естественное освещение, естественная вентиляция. И вот это сейчас всё перекрыто. Помещение без естественного света и воздуха. Жительница Симферопольского общежития Наталья Макуха жалуется на произвол соседа. Он построил комнату на месте аварийного выхода. Как результат – обшарпанные стены, грибок в ванной из-за невозможности проветривания. А безопасность жителей во время пожара под большим вопросом. Согласия соседей нет. Никто не давал согласия на эту перепланировку. Вот сейчас его делают многоквартирным домом, но это сейчас находится в администрации на решении. В общем пользовании находится эта кухня. Коридор, в конце которого должен быть аварийный выход. Но на его месте незаконно достроили комнату. В 2016 году Наталья Макуха подала в суд на соседа. Через год ей удалось выиграть дело. Вот решение суда, которое вступило в законную силу. Суд обязал снести стену. Но за ней осталась комната с дверью. Её жилищная инспекция по надзору распорядилась убрать в 2019-м. Вместо этого квартирант восстановил первую перегородку. Выполнять он его не пытался и не пытается. А ещё и издевается над инвалидом. Наташа инвалид. Понимаете? И она одна борется. Комнату построил Андрей Ильин. Он заселился в общежитии в 2011 году. Сейчас на самозахваченных квадратных метрах живёт его сын. По техническим документам, по паспортам всё законно. По каким паспортам вы можете показать? У меня ксерокопия с собой только. У отца всё оригинал. А жители продолжают жить в страхе. Проводка в доме старая. Пожары за неисправности – нередкое явление. В 2018 году было замыкание щитового щитка. Горело всё, плавилось всё. У нас не было ни света, ничего. Всем стандартам безопасности соответствует только аварийный выход на втором этаже. Такая планировка должна быть. То есть, общежития ещё не приватизированы. Самовольно перестраивают, никто не имеет права. Диана Бекмабетова, Рафаэль Вахидов, телеканал Милет.